Поехали! Продолжаем разговор. Реплики – это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Первую часть в виде доклада Вадим Осин нам изложил. И вот теперь пришло время нам добираться уже к общению с нашими слушателями-зрителями. Напоминаю, что вопросы, реплики мы принимать можем только на наших сайтах и у нас на канале Ютуба. Напоминаю, сайт у нас slavradio.org. Там есть у нас чат-беседка. И также канал youtube.com.slavradio. Славрадио – одно слово. И если вы где-то пишете свои комментарии, какие-то просьбы, реплики, может быть даже высказываете какие-то слова с точки зрения благодарности или наоборот недовольства, пишете на других каналах, имеется в виду, то в этом случае мы просто не видим этого, мы не можем никак отреагировать, не можем ваш вопрос передать куда-то, не можем сделать новую передачу и так далее и тому подобное. То есть обращайте внимание, на каком канале вы что-то пишете, а то получится как с Ваней Жуковым, который писал на деревне дедушки, очень жалостливое письмо. Итак, ты хотел сказать по поводу, ну хотел отреагировать на реплики, что молодец мужик правильно рассказывает и наоборот, может быть что-то хорошее, позитивное нам бы сказал. И так мы все это знаем, что все плохо. Да собственно говоря, что? Причем тут негатив, есть трезвая оценка ситуации. Вы представляете всегда, что вы на войне находитесь, я не просто так из передачи в передачу говорю, ребята, у нас война, просто она в особой форме. Вот если командир полка выслал разведку за линию фронта, а ему пришли и розовые лапши навешали, то погибнет весь полк. А если доложили объективную информацию, да еще не одна группа, а несколько, то у полка есть возможность выжить. Тем всегда военные отличались от остальных, люди, которые имеют определенные качества, тем, что они всегда воспринимают реальность такой, какой она есть, без всяких прикрас. Там естественный отбор происходит очень быстро. Если тебе розовые лапши навешали, то скорее всего и ты ее принял, скорее всего ты умрешь, погибнешь. Так ладно сам, но у тебя в подчинении люди, все очень просто. Поэтому это я еще очень мало сказал на этот счет, но я вам скажу так, что события на Украине я за 10 лет где-то предсказал. Вы можете мне, конечно, возразить, что сейчас можно говорить, потому что уже, ну, когда-нибудь, может, я признаюсь, где это я написал, сейчас пока об этом я говорить не буду. Хорошо. Когда наблюдаешь за действием определенных социальных групп, определенных представителей определенных народов, то очень легко увидеть, куда все поворачивается. Это называется наблюдение за обстановкой, в том числе в информационной среде. У нас война сейчас по большей мере информационная. Там была картинка, я вам показывал. Информационная среда, в которую погружаются все люди. Вы в этой среде крутитесь. Большинство людей не воспринимают какие-либо идеи, которые не соответствуют их мировоззрению. И они их воспринимают в штыки. Вот они выставили себе в голове картинку благостную. И говорят, у нас все хорошо. Ну, такими они на тот свет и уходят. С пониманием, что у них все хорошо. Они понимают, что хорошо не будет. Еще раз напоминаю слова Великого Иосифа Виссарионовича. Хорошо, ну, я недословно, конечно. Подготовленные кадры решают все должным образом. Вот у нас нет таких кадров. И у нас очень мало времени. У нас Китай под боком. У нас разворачивается ряд войн на территории Ирака, Ирана. Возможно, дальше в перспективе Пакистана и Индии. Потому что те ребята, которые управляют Америкой, заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать весь этот пояс. Это подбрюшье России. А там еще есть куча народов, исповедующих ислам, которые могут это все дело начать. Еще раз говорю, я конкретизирую. К исламу я отношусь нормально. Проблема не в них, а в том расовом типе национальном, который проживает на этих территориях. А у них там куча своих внутренних противоречий. И граница там особо не прикрыта. У нас под боком Украина. И мои товарищи из Харькова рассказывали, что уже второй год в 20 километрах от границы в лесу сидит группа правосеков. Две тысячи штыков, чтобы вы понимали. И они там тренировочный лагерь у них, они там себя хорошо чувствуют. У нас в нашей области тут многие люди этим обеспокоены, потому что, сами понимаете, перейти эту границу достаточно легко, чтобы, допустим, совершить провокацию, вырезать какой-нибудь населенный пункт. Тут границы иногда соприкасаются. Могут такое сделать или нет? А почему не могут? Вот любой нормальный военный бы это так бы именно и воспринял, чтобы это все дело перекрыть. Но у нас вроде как состояния войны нет, и мероприятия были определенные предприняты. Да, сейчас граница мониторится более или менее, но не настолько сильно, чтобы предотвратить прохождение этих групп. Если контрабанда проходит, то уж, извините, провести группу ребят, которые хотели что-либо сделать, не составит большого труда. Такие дела. Понятно. Понятно. Но что-то, может быть, и хорошее у нас, помимо печального, есть? Честно сказать, я такого хорошего ничего не вижу. Начинает народец, может просыпаться чуть-чуть, но, извините, последние выборы показали, насколько просыпается. Еще раз говорю, 70% женщин и 40% мужчин внушаемые. А я тут с некоторыми переписки состоял, так я их психологические портреты для себя рисовал, через их ответы мне. Люди не любят читать, не любят анализировать информацию, а многие не умеют. А для военного, для воина, анализ информации – это ключ к выживанию. Я общаюсь с определенными, кручусь в определенных слоях, вращаюсь, скажем так, связанных с управлением. И я вижу, что эти люди, еще раз просто напомню вам, если будет сигнал кодовый о начале военных действий, они мобилизационный план провалят. Это будут уже не тысячи, а миллионы жертв. Потому что это будет провалено не в одной области. Пожару не смогли потушить, как положено. Организовать меры по защите. И что, вы думаете, что в военной области все так хорошо? Ну, я много военных знаю, и все негативно высказываются. Вам рисуют радужную картинку. Про танки, арматы и все такое. Они еще обкатку не прошли государственную и так далее. Те офицеры, с которыми я общаюсь, они прослужили по 25-30 лет. Имеют государственные награды и так далее. Я тебя понял. Хорошо. Все равно сквозит такая безутешная безнадега. Нет, почему? Алексей, смотрите. А делать-то чего? Ну, во-первых, легально покупать оружие. Потому что, если те, кто наверху доносить информацию, вот эту в том числе, за этих товарищей, которые социальные патенты сидят и просят денег у банкиров на свою пенсию. Я же на военных форумах смотрю иногда. О чем они там разговаривают? О 500 рублях, которые по какому-то приказу им положено выплатить и получить. Там же сейчас много, понимаете, в чем проблема современной армии? Вот как они с 91-го года заняли позицию. Дайте нам денег, и мы тут будем защищать. Еще раз. Ребята, по значимости исполняемой вами функции вы имеете право требовать и идти во власть. Потому что других и кадры формировать для того, чтобы во власти сидели на, так скажем, номенклатурных должностях именно представители военного сословия. С опытом выслуги не менее 20 лет именно в боевых подразделениях и так далее. Почему? Еще раз скажу. За эти годы военные, это единственные представители народа, которые учатся коротко, четко, ясно излагать свою мысль. Я вот часто эти ролики про армию мониторю и читаю кучу негативных отзывов. Ну, сразу скажу, ребята, кто там пишет плохо о том или ином офицере, ну, не там, где матом ругается, а офицер, это, конечно, мало допустимо. Это, скажем так, разные случаи жизни, где командир воспитывает своих подчиненных. Примерно 50 на 50 делится. 50, кто в армии служил, говорят, молодец мужик, все правильно говорит, а остальные там пишут, «А, вот она, быдло армия» и так далее. В армии по-другому выражаться нельзя, я вам открою такой секрет. Но одно дело, когда ты коротко и емко сказал, добавив несколько не совсем литературных слов, а другое дело, когда ты себя ведешь действительно как быдло. Вот в тех роликах, о которых я говорю, военные себя вели достойно, корректно, применяя те самые слова в нужных местах и соответствующих эпитетах. Вот, хотя к чему? Вот у вас должно выработаться вот это понимание самоорганизации. Если вы по качествам души относите себя к воинам, неважно, что вы состоите не в военном сословии, это неважно, война все расставляет на свои места, у нас идет война, то зачем вы подчиняетесь вот этим скотам, которые там наверху сидят? Есть разные меры им противодействия в рамках существующего законодательства, хотя оно более чем несовершенное. А тот же закон о казахах, да, его продвигают, но он неправильный. А что вы, ребята, казаки, не организуетесь, не измените этот закон? Вот с учетом даже тех напоминаний, о которых я вам говорю. Сейчас казачьи сословия наполнят дегенератами, которые по родству не имеют никакого отношения к казакам. По реестру, по роду и так далее. И все. И закончатся на этом все преобразования благие. Я, кстати, еще забыл такую вещь упомянуть. Когда Путин пришел к власти, я аж в порыве эйфории, а алкоголик, наконец, хоть одно правильное дело сделал в своей жизни, написал большое развернутое письмо с предложением, как нам реформировать систему. Самое интересное, мне пришел ответ благодарственный. Я не помню, кто подписал, но и в этом валяется в бумагах. Суть в чем? Спасибо, ваши пожелания будут учтены при реформировании системы. На выходе через полгода появилось такое мертворожденное дитя, как общественная палата. Хотя я там описал о системе социальных лифтов и говорил примерно то же, что я говорю вам. И понял тогда я, что вот эти люди, которые там сидят, все, к чему прикасаются их руки, превращается, ну, скажем так, то, что превращается у человека, когда он покушал, а потом все непереваренное вышло. Они ничего делать не умеют. Вот этот социальный слой поразит, чем он опасен. Они не производят ничего. Чиновник производит приказы, чтобы показать эффективность своей работы. Плодит какие-то ненужные инструкции. Плодятся они, вот смотрите, номенклатура времен СССР составляла 3 миллиона человек. На 250 миллионов это с республиками считается. У нас сейчас чиновников около 2 миллионов, но население страны только на 100 миллионов меньше. И причем эти ребята, вот если в советское время, допустим, еще можно было это оправдать, чем? Ну, как бы вся экономика плановая, вертикаль, там и все такое. То теперь половина экономики у нас частной. А у управленцев этих, которые непонятно чем управляют, тьма. Зачем нужен депутатский корпус, который получает бешеные зарплаты? Вот про РПЦ скажу и про мою идею с общественниками. И вообще не надо платить. Тогда этим заниматься будут люди, которые по качествам своей души, вот у них шило в одном месте. Кого-то людей воспитывать. Почему? Откуда у нас брались на Руси святые, старцы? Это их потом РПЦ начала эксплуатировать. Это люди, которые на определенном этапе своего жизненного пути понимали, что им нужно развиваться духовно. Они уходили там, как правило, не в монастырь, а рядом с ним. А иногда просто в заброшенный монастырь. И вот как в Рыльске отец Ипполит это все дело поднял. А он настоящий святой был, русский старец. Потом, когда он ушел, все представители церкви, которые там при нем развились, назначили на его место нового Ипполита, который уже людей не лечил. И год стреляли на этом деньги. И так сплошь и рядом. С той же Матроной Московской. Ее же церковь поначалу не принимала. Потом ее тело выкопали и начали заниматься вот этим некромантией. То же самое и с чиновниками, а, и с общественниками. Вот есть такие люди, которые будут этим заниматься бесплатно, еще свои деньги приложат. И от них будет намного больше пользы, чем от вот этих дегенератов, которые там сидят, непонятно чем занимаются. И так далее. Ну понятно. Да, все, тогда закрыли эту тему. Давайте дальше. Да, я понимаю, потому что это все уже многим известно. Ну и понятно, да, да, да. Напоминаешь, да, о том, что происходит. Да. Я тебе задал вопрос. Как и что делать? То есть покупать вооружение, ты сказал, самоорганизовываться. Да, и самоорганизовываться. Распространять информацию о том, как все должно быть устроено. Это касается не только вот этой информации. Распространять как? Среди таких же, как мы? Или все-таки отправлять куда-то наверх, там достучаться до каких-то высших эшелонов власти? Да, мне в первую очередь интересует только военный, больше никто. Для кого там достучаться? Понимаете, вся структура, вот там надо зачищать сверху всех, что в свое время делал Иван Васильевич Грозный, Иосиф Виссарионович Сталин. И это сработает. Почему вот это... Понял. Я почему тебя останавливаю, чтобы нам до утра не сидеть? Да, да, да. Вопросы простые, поэтому ответ тоже, я думаю, такие простые. Там уже ясно выводы, ясны. Хорошо, переходим к вопросам. Геннадий Романенко. Здравия, Вадим. Здравия. В произведении Данила Леонтьевича Андреева «Роза мира» было перечислено девять типов построения народоустройства в метаисторическом плане. Вопрос. Можно сказать, что мы переходим из чуженародного порабощения в государственное устройство смягченного типа, сказанное при условии соцэтнической зрелости народа. Благодарю. Ну, в принципе, да, можно и так сказать. Сейчас у нас переходная стадия. Те ребята, которые всю эту кашу заварили сто лет назад, они являются нашими учителями, потому что по-другому не дойдет, только через кровь. Если у тех, кто имеет отношение к определенному сословию, к военным, начнет просыпаться самосознание, внизу, в принципе, самосознание у многих просыпается, потому что холодильник свое дает знать, то наши народы, многоциональные нашей страны, имеют шанс выжить. А в противном случае нас раздробят и уничтожат. Тот же Китай. Ну, вот как-то так. Понятно. Да. То есть опять мы возвращаемся к миру устройству о том, как нам жить, как нам быть. Ну да. Чтобы нас не задавили. Ясно. Дядя Вася. Вопрос эфир. Почему кроме функций защиты иных функций построенной вами пирамиды не наблюдается? Еще раз. Самое главное. Я выделил то, что для народа самое главное является. Вот. Повторюсь, но коротко. Если вы произведете какой-либо продукт или вы очень умный, его нужно защитить от агрессивного соседа. Это можно сделать, только организовав оборону. Ну, посудите сами. Вы распустите сейчас армию, откроете границы, что в свое время, в 17-м году, предлагали сделать ребята, которые страну разваливали. Так и сделали. В итоге в страну зашли со всех сторон любители оторвать куски от России. Это обернулось как минимум 30-ю миллионами погибших. Вот и делайте выводы. Важна функция защиты или нет. Ну, как-то так. Зоя Кукова. Вопрос эфир. Военные блоки. Как вписываются функции защиты общества и государства с точки зрения метафизики? Качество души людей, которые идут служить в армию. Военным может быть далеко не каждый человек. Это, в общем-то, прослеживается в том числе по обсуждению на форумах и так далее. Военные – это определенный склад ума. Хотел сказать, как в фильме ДМБ. Военные – это сексуальная ориентация. Но нет, это не только так. Все-таки это мировоззрение в первую очередь определенное. Почему предложен именно такой вариант? Система антиотбора позволяет прийти в эту среду абсолютно случайным людям с подлыми качествами души. А если отбирать на руководящие должности через службу в армии, именно в офицерском корпусе страны, ну, за 20 лет ни у какого негодяя не хватит сил, желания и терпения дорасти до управленческой должности определенного типа. Эти ребята таким образом автоматически будут отсекаться от верхушки. То есть, они не смогут повлиять на процессы управления. У нас ведь СССР развалился именно из-за этого. Когда на вершине пирамиды сосредоточились вот эти деятели, которые трепали языком и ни за что не отвечали, страна и развалилась в результате их действий, целенаправленных причем. Понимаете? Почему еще раз? Через вот эту систему организаций, через блатные связи, в том числе родовитые, наверх проходили те, кто недостоин там быть, и это даже вредно и опасно для государства и всех народов. А служба в армии, именно профессиональное, офицерское сословие, она позволяет отфильтровать вот этих гадов всех. Ну, вот коротко. Понятно. Идем дальше. Но при этом, сейчас, секунду, если я добавлю. Я не идеализирую современное офицерское сословие. В нем те же самые болезни, которые в обществе у нас в целом. Но армию разлагали очень много лет и начали разлагать с 90-х годов, потому что часть генералов воруют. Это все знаем мы, я это все знаю прекрасно. Ну, просто имею честь быть знакомыми с другими офицерами и генералами, которые являются, ну, собственно говоря, если фильм, да все его смотрели, офицеры, это вот они. Есть еще там такие. К сожалению, им лет уже много, вот в чем дело. Все. Есть такая профессия родину защищать. Да. Евгений пишет вопрос тебе. Как человеку, знакомому с представителем древнего казацкого рода. Что он говорит по поводу того, для чего казаки брали жен и на родок? Для меня это загадка. Да, для меня тоже. Я ему этот вопрос задавал, кстати. в силу того, что там, куда они продвигались, я так полагаю, других вариантов взять женщину своего рода не было. Территория страны была большая и в тех местах, скажем так, с женщиной это не очень легко было. Поэтому брали то, что ближе. Мешало это роду или нет? Ну, скажем так, я полагаю лично, что мешало с метафизической точки зрения. Насколько сильно? Ну, с учетом того, что это были представители воинственных народов, это были все народы белой расы. Не очень. Потому что военные сословия там, военные сословия там. Поэтому в целом на казачестве, я думаю, это сильно не отразилось. На внешнем типе, да, естественно. Ну, так нам ведь специально прививают идею о том, что истинный тип белой расы это голубые глаза и белобрысые волосы. На самом деле есть такая вещь, как метакод местности и вот следующие передачи, как устроены народы и расы с точки зрения полевых структур. Ну, я и покажу. Можно это принимать, можно нет, но так кинетическая теория это тоже теория. Вот это так. Понятно. Далее, Зоя Кукова, вопрос в эфир. Повсеместная биометрия и внедрение искусственного интеллекта способствует укреплению государства или вызывает опасения при самоорганизации общества? Да это не сработает вообще. Это делается для подавления самоорганизации, подавления самосознания, так же, как электронная слежка и так далее. Но те ребята, которые следят за народом, должны помнить, что КГБ ведь тоже следило за народом в первую очередь, а номенклатура в этом отношении была защищена. Ну, просто наберите в Википедии «История КГБ», к примеру, и почитайте. Там все коротко, ясно для любителей Википедии. Я помню такую историю по своему городу. Вот эти ребята, которые там мужиков с завода таскали за политические анекдоты. В конце концов, когда гражданин Горбачев с компанией начали кампанию по развалу страны, обязаны были что сделать? Да их арестовать всех. А на выходе что? Ну, а на выходе они приняли участие в дележе общенародного достояния, в банки перепрыгнули и так далее. Забыли про свои партийные билеты, а ходу тоже переобулись. Это вам к слову о том, какого качества это люди. Ну, так, на всякий случай. По крайней мере, у воина раньше воин давал клятву служить своему народу. Сейчас слышал я такую версию, что хотят слово клянусь заменить на слово обещаю. Так вот, если человек говорит клянусь с метафизической точки зрения и он нарушает клятву, то он за это отвечает на уровне всего своего рода. Ну, потому что слово — это материализованная мысль, мысль так же материальна, как и слово. И это все связано с деятельностью рода. И когда он такое нарушает, у славян был принцип мысли, слово и дело не должны расходиться между собой. И этот принцип у военных соблюдался жестко. Так же, как и определенные правила поведения, за несоблюдение которых вызывали либо на дуэль, ну, либо человек становился нерукопожатным. То есть, выпадал из социального слоя. Вот. Ну, вот как-то так. Хорошо. Адель, а духовенство на какой иерархической лестнице? Социальный паразит. Я думаю, ступенька. Социальный паразит. И там была схема, где они сейчас практически духовенство заменяет идеологический отдел СКАК ПСС. Пытаются это привить в первую очередь титульной нации суденской тета и религии наших предков, но забывают об одном, что, я же говорю, что церковь нужно отлучить от государства и перестать ее финансировать. И тогда там останутся только те, так же, как общественники, кто идет туда не за деньгами, а ради служения людям. Таких, батюшек, скажи, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. В моем городе есть духовное семинарие, я скажу так, у меня мой друг был замначальника по розыску. На территории как раз зоны его ответственности отдела была духовная семинария. Когда ее открыли, количество тяжких там выросло на порядок. Именно среди вот этих ребяток, которые 15 лет, не зная жизни, поперлись в попы. Я так полагаю, что священником должен становиться человек, который, ну, как минимум 35 лет прожил после возраста Христа, тогда начинается хоть какое-то понимание. Вот из них выходят нормальные батюшки, которых именно так можно называть священником, а все остальные это попы, память отцов предавшие, заместители идеологического отдела ЦК КПСС, которые рассказывают, а почему их внедряют, а потому что в Новом Завете не у Иисуса, а у его учеников в кавычках там есть ряд сентенций рабы, повинуйтесь господам и так далее. И там есть их, сейчас на память не скажу, в общем, короче, начальство от Бога, ему нужно повиноваться, вот и все. Это внедряется повсеместно, еще раз говорю, вас приучают подчиняться вот этим, а вы научитесь на них смотреть, ну, что за ними? Ничего, кроме толстого кошелька, и что они из себя представляют? Да это сплошь и рядом, ну, гнилые люди, его когда чуть-чуть берешь за ласканой пиджака, он уже весь обделался. Посмотрите, как они себя ведут на судах, когда их берут. Какого-нибудь губернатора там зажравшегося и так далее, на которого команду дали. И они все такие. Очистить страну можно за год, проведя правильный комплекс мероприятий, потому что никаких хитрых схем у них нет, но для этого нужно изменить законодательство, ввести четыре статьи уголовных, которых сейчас нет. Одна из них вредительство, другая, сейчас не буду все перечислять на память, другая сейчас подрыв обороноспособности страны, подрыв авторитета власти, ну и так далее. По этим статьям должны отвечать только чиновники. Я прорывал законодательство в области коррупции, я вам скажу, там нет ни одного работающего закона. Это все законы, декларативные нормы. Декларация есть, а конкретных действий, то, что должен предусматривать закон, нет. Есть в уголовном кодексе четыре статьи, достаточно мягких для этих ребят. Но, как показала практика, можно украсть миллиард и выйти через год. А тетку, у которой пять детей, которая украла пять куриц, на год тоже сажают и так далее. Соизмеримо это или нет? То, что гражданка Васильева сделала, квалифицироваться должно как подрыв обороноспособности страны. Из-за этого должна быть смертная казнь, по моему мнению. Так же, как за торговлю наркотиками и за против действия, где приносится вред жизни и здоровью человека. Ну, как-то так. Понятно, идем дальше. Евгений Крестьянин, вопрос в эфир. В революцию хотели казаки создать Донскую Республику или не хотели, что не пошли на Питер порядок наводить? Понимаете, вопрос о так называемой гражданской войне это тема отдельная. Там ведь они не смогли самоорганизоваться по целому ряду причин. Те, кто раздувал пожар, были организованы, у них была подпитка из-за границы. Вам нужно прочитать одну вещь на этот счет, чтобы понять, как это было. Работа профессора Столешникова реабилитации не будет, посвященной деятельности Лейбы Бронштейна Троцкого. А это все были разрозненные силы, у которых не было единой идеи, потому что там были люди, которые были заражены идеей учредительного собрания, такого, теобщего управления народа, кто-то был за монархию, а монархия себя отжила уже давным-давно, как идея. Вот сейчас там Машку и Генцоллер пытаются притащить, как законного представителя династии Романовых. Есть очень простое правило электрички. Пятую точку оторвал, место потерял. И никакие Романовы нам тут не нужны, мы сами разберемся. У нас есть свое военное сословие, есть люди достойные для того, чтобы управлять страной. Просто они вне политики, к сожалению, еще раз говорю. Вот они вне политики и думают, что все будет хорошо. А хорошо не будет, это вопрос времени. Потому что у нас кадры, которые сидят, ну, не будут повторяться. Так вот, про Донскую Республику. Да, пытались создавать, там много разных интересных ситуаций было, но, к сожалению, удержать это не смогли в силу того, что тоже казачество было неоднородно. Кто-то считал, что нужно воевать за старый режим, а кто-то принял новую сторону. Так что проводилось через определенную идеологическую обработку. того, что было бедное казачество и так далее. Ну, тот же Семен Буденный, он ведь сразу принял сторону, извините, Георгиевский банк у него полный был и так далее. Вот эти приняли сторону той власти. Осуждать их тоже не имеет смысла, потому что, если посмотреть со стороны закрытой системы, о деревеневшей, вы же даже не забывайте об этом говорил. К 17-му году военное сословие дворянское себя изжило. Было много разных чинов, разночинное сословие, и, собственно говоря, вот я по материалам белого движения смотрел, то на стороне Белой Гвардии воевали отнюдь не дворяне, а это были люди из, так называемого, среднего класса сословия, которые получили офицерские младшие, средние чины. Ну, есть цифры на этот счет, просто в интернете не поленитесь, поройте, допустим, сословный состав в белом движении, что-нибудь вот в этом духе. Понабирайте вас кучу информации, вам выпадет, люди над этим работают, собирают информацию. И вот смотрите, да даже тот же Иосиф Виссарионович Сталин, какие у него были перспективы при одеревеневшем режиме, быть сыном сапожника, где-то чем-то зарабатывать на жизнь, хоть там определенные ребята много лет пытаются рассказывать сказки, что он был бандитом, не был. Друзья у него были, но он от них и не отказывался. По некоторым сведениям, он был дружно очень с Гурджиевым, который был эзотериком, да и сам Иосиф Виссарионович в этом отношении был очень непростой человек. Не было у человека никаких перспектив, однако страну вытянул именно он, это сын сапожника. Потому что при той социальной пирамиде, при тех взаимоотношениях, когда слои были все в нетекучем состоянии, когда не было системы социальных лифтов, ему была уготовлена судьба вот там внизу вариться в пятом слое и все. Ну, как-то так. Все. Хорошо. Идем дальше. Дядя Степа, реплика. Я понял, что Чечня и Ингушетия были искусственно взорваны, чтобы отлечь от гражданского неповиновения вперед развала СССР. И другие национальные конфликты были для того же. Да, в том числе вы правы. Но там, я полагаю, было два течения. Часть ребят, которые верховодили кланами в этих республиках или образованиях национальных, боролись за власть, это с одной стороны. А с другой стороны, да, это все раздували специально для развала России. Причем, опять, военные-то ведь научились там не сразу воевать. И причем туда вмешивалась постоянно вот эти вот гражданские пиджаки, которые там в Кремле сидели. Потому что мне вот офицеры, которые там воевали, рассказывали, мы их уже в ущелье загнали. Те выходят по связи по громкой, кричат, нам все. Выходит Дудаев по связи говорит, сейчас решим вопрос. Через два часа из Москвы приходит приказ войска отвезти. Вот и все. И такое было там сплошь и рядом. И предательство из штабов, в том числе, у меня другой товарищ тоже там воевал. в развед. Говорит, я никогда не ходил по тем маршрутам, которые давались по планам штаба. Потому что были случаи, когда продавали штабисты маршрут и на выходе всех клали. И говорит, всегда рядом, шел, ну, метров там, в пятистах от маршрута. Он там особые эти все нюансы рассказывал, все это. И потом, говорит, я и выжил со своими ребятами. Вы правильно абсолютно сказали, да, так и есть. Но вы не забывайте еще такую вещь, что во всех республиках России, когда это началось, вот эти национальные течения, когда стали пробуждаться, когда нам говорили о дружной семье братских народов, ну, на самом деле это не так. Потому что наших резали об этом сейчас все молчат и в Азербайджане. У меня есть друзья, которые там жили. Говорит, мы выжили только потому, что мы были из семьи Малакан из рода и мы там жили уже сто лет. Поэтому нас не тронули. А вот тех, кто меньше жил, им досталось и убитых было много. И что, Боя Сама, в Таджикистане и так далее. Еще говорю, эта часть истории России не написана. И об этом тщательно молчат. А этих всех пускают сюда и пытаются придать им статус официальных представителей, которые могут сюда ездить. Я имею в виду представителей из этих южных республик, которые самоопределились уже. А это люди совсем не те, которые выросли во времена СССР. У меня знакомый уезжал из Узбекистана и говорит, старые узбеки плакали. Говорит, Сашка, что же вы нас бросаете? Вы нас тут, извините, за эти подробности мочиться стоя научили. Они этого даже делать не могли. И так далее. А молодые уже другие там. Они выращены в другой системе мировосприятия. Они действуют по другим принципам. Эти принципы нужно сдать. Потому что мне вот эти ребята, которые пишут там всякие гадости в интернете, говорят, ты националист, еще кто-то. Я говорю, ребята, для того, чтобы устроить жизнь народа в мире, в многонациональной стране, нужно знать особенности того или иного народа. А вы их не знаете и говорите, что все одинаковые. из этого вы наступаете на грабли толерантности так называемых. А вот этих малых народов выразлено чувство сохранения рода сильнее, потому что оно механически работает. Потому что если они этого не будут делать, они выродятся очень быстро. А у славян это чувство притупленное, потому что всякую хрень слушают, которую им рассказывают. А славяне постепенно вырождаются тоже. Вот смотрите, какое количество дегенератов появилось за последние 15-20 лет. А почему? Потому что уже 15-20 лет продают книжечку. Называется «Библиотека стервы». Это девочки читают и пытаются по этому пути жить. На выходе получаются уже, извините, шлюхи, которые негодны для передачи рода. И мальчики такие же с голубизной. Ну и так далее. Как-то так. Как-то так, да. Еще позитивчик внес. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Возможно, военные чины инструкции не читают, потому что предательством собираются сохраниться. Все намного сложнее. Многие из военных, к сожалению, читать не любят. Это я с этим убедился неоднократно. Но когда разговариваешь с адекватными людьми, меня очень внимательно слушают, поверьте. И во многом со мной соглашаются. Но это болезнь всей системы. Армия, еще раз повторяю, заражена всеми теми же болезнями, которые заражено все наше общество. В армии часто система антиотбора работала следующим образом. Есть такое понятие «достоин выдвижения на вышестоящую должность, но не в нашем полку». И вот таких дурачков, которые там мешали командиру полка выполнять боевые задачи, по разнарядке отправили в штаб. Никто ж не думал, что это в штабе, если он ничего не мог в полку сделать, на должности командира роты, к примеру, или там командира батальона, что-то будет делать лучше в штабе. А потом эти люди там освоились, стали писать инструкции. Вот эти вещи нужно различать. Я сейчас не говорю про генеральный штаб, там пока все более-менее вроде как нормально. на мой взгляд, сразу говорю, служу только по общению с одним очень серьезным человеком, вам фамилию называть не буду, который когда-то там служил, именно в генеральном штабе. У него есть своя система учеников, и пока эти ученики на своих местах, пока они там, можно быть спокойными. Но что будет дальше, когда они уйдут, вот это очень большой вопрос. Поэтому, да, насчет инструкции как-то так. Далее, Евгений, вопрос эфир. Все, что ты говоришь, понятно, интересует динамика. Можешь дать возможный прогноз на пяток десяток лет. Мировая война, расчленение РФ, ой, Евгений, подливают масло в огонь. Давай, отвечай. Точно сказать невозможно, потому что для того, чтобы точнее и точнее сказать, нужно было дать большим объемом информации, но поверхность на то, что я смотрю, еще раз повторюсь, на ближайшие шесть лет Россию ждут потрясения. Очень серьезные. Либо социальные изнутри, что, скорее всего, потому что терпение людей на пределе, это реально. И народ никакими убеждениями не остановишь, к сожалению. Ты не остановишь человека, которому нечего жрать и платить. А еще раз повторяюсь, когда банк принадлежит какому-то гаду, который за 30% сужает 30 тысяч рублей человеку, возвращая его на потребление с одной стороны и не давая возможности заработать с другой, то вы не надеетесь, что это все закончится добром. Больше количество чиновников. Тут нужно следить за движениями вокруг Ирана и Ирака. Вот Ирак сдали Сирию, но якобы отвоевали. Ее отвоевали не потому, что спасали Израиль. Там есть такое место Голландские высоты по состоянию на 2015 год ИГИЛ подошел к границам Голландских высот. Наберите в Википедии, что значит Голландские высоты. Это 70% питьевой воды для Израиля. И когда Нетаньяху приехал в Москву, с первого была встреча Путина и Нетаньяху, потом Башарасов обратился за помощью и потом ввели войска. Ну и делайте выводы. По состоянию на 2018 год ИГИЛ Сирию не контролирует. Там остались только группировки, которые дерутся между собой. И там всегда так было в том регионе. Но практически там нестабильный регион. Это однозначно. Это управляемый хаос, который создают по всему ближневосточному и среднему поясу. Сейчас, если вы за прессой следите, массируют уже который год, да пора бы по Ирану ударить. Саудовская Аравия не скрывает Саудит и Израиль тот же. И скорее всего ударит. Когда? Ну кто его знает. У них там своя система подсчетов, она очень сложная. Ну у них, извините, на них ни один мировой институт работает, и куча разведок. Но то, что Иран следующая цель, это однозначно. А вот когда тронут Китай или Индию с Пакистаном, это такой вопрос очень интересный. Вот смотрите, допустим, почему США, контролируемая хасидами, обратилась на Корею. Ведь никто не сказал, а все очень просто. Ведь в Северной Корее открыто месторождение редкоземов, которое оценивается в 1 триллион долларов. А килограмм редкозема, редкоземельного металла, стоит зачастую дороже килограмма золота. Вот это причина этого гнева. И Китай тоже по этой же самой причине в лидерах, потому что вот на том треугольнике Дальний Восток у нас находка и вот Дел Владивосток, это мне еще в советское время преподаватели рассказывали, и на территории Кореи Северной, и на территории Китая сосредоточено огромное количество редкоземов. И вот за эти редкоземы сейчас идет битва. Этот рынок не контролируют те, кто контролирует мировые рынки по финансам и по всем остальным драгметаллам, минералам и так далее. Поэтому как дальше будут разворачиваться события? Но смотрите, такие косвенные признаки. Голливуд всегда в своих фильмах назначает врагов. У него когда-то был враг СССР, сейчас они угомонились, потому что считают нас уже страной, которая выведена из соперничества. И главный враг во всех их фильмах Китай. Ну, иногда Корея СССР, они таким образом через фильмы формируют свое общественное мнение тех народов, которые на территории Америки проживают и которые им нужны для того, чтобы их руками, отправляя их на войны, загребать жар. Там ведь создана очень хитрая система, в армию-то ведут бедные из бедных слоев, потому что деваться людям некуда. У них практически полунаемная армия, а естественных врагов практически нет. Если бы они ни на кого не рыпались, у них океан со всех сторон, а нам расслабляться нельзя, у нас, извините, почти две тысячи километров только с Китаем граница. И вот это все подбрюшье южное. А система организации обороны, ну, как бы благодаря ядерным ракетам, пока у нас все в порядке. Ну, спасибо. Хорошо. Дальше, Евгений, реплика в эфир. То есть в нашем случае стоит уповать только на чудо? Нет, на разум тех, кто должен и может исправить ситуацию. Ну, Путин задумается все-таки, кто его знает. Я за ним иногда смотрю его портрет, пытаюсь психологически поставить. Сейчас, если отбросить в сторону его там Кооператив Озеро и все такое прочее, о чем все знают. Ну, вот, как человек, скажем так, занимался джюдо, причем занимался серьезно. У меня друг, с кем мы рукопашкой занимаемся, он учился на 5 лет младше Путина. Путин был председателем спорт общества Динамо и председателем студенческой этой ну, типа спорт органов факультет юридическом. То есть, он этим занимался серьезно, это говорит о его бойцовских качествах, как ни крутить. Не сдает друзей, ну, когда он, может быть, научится понимать, что друзья, если они его вот таким образом подставляют, то их нужно расстреливать или сажать. Ну, может быть, чему-то научится. поэтому, кто его знает, может быть, прозрение у него и наступит. Я некоторые моменты еще там не буду озвучивать, которые мне, допустим, люди рассказывали, потому что это на уровне слухов непроверенных. Ну, либо сословие военное начнет просыпаться, либо Путин проснется. Посмотрим, не знаю. Тут можно только гадать и просить создателя о том, чтобы он вразумил и направил всех этих людей на путь истины. Все. Ты знаешь, что тебе скажу? Я думаю, что здесь гадать не приходится. Вот все два вопроса, на них один ответ. От каждого из вас зависит, что будет происходить дальше. От каждого из вас зависит чудо. Мы даже на 50, какой там, на 10% не знаем того, что мы можем сделать. Мы не знаем о той форме организации, которая доступна сейчас каждому. Мы не знаем про те формы управления, которые сейчас по законодательству доступны, и никто не имеет права возразить. Мы не можем организоваться. Мы сидим, как малые дети, на горшках и плачем, вместо того, чтобы начать что-то реально делать. Все наши эфиры сейчас переходят уже в такой формат именно практических взаимодействий, а не просто бла-бла-бла. То, что мы рассказываем здесь в этом эфире, ну, в принципе, многое из того, что ты рассказывал, уже известно. Ты какие-то, может быть, там уточнил моменты, которые, ну, да, позволяют еще какую-то перчинку в этот суп влить, насыпать, подсолить и так далее. Но по сути-то все понятно. Вопрос стоит в другом. Проблема в нас самих. И если мы будем уповать на чудо, то никакого чуда не произойдет. А если мы будем совершать что-то в этой жизни, необходимое нашим родам, необходимое нашей державе, вот тогда мы сотворим это чудо. Долго ждать счастья? Долго, если его ждать. А если делать, оно наступит. То же самое и здесь. Перемены наступают тогда положительные, когда вы их творите, и отрицательные, когда кто-то творит их за вас. Это очень просто и очень понятно. Но, к сожалению, у нас, еще раз говорю, все превращаются, такие вот, которые постоянно какие-то такие слова выбрасывают, имеется в виду все вот эти, которые бросаются такими словами, в маленьких детей на горшках и хотят красиво и счастливо жить. Маленькие дети красиво и счастливо жить не будут, потому что они маленькие, потому что маленьким никто управление не даст. Это надо понять. Почему я говорю все вот именно из этих, потому что нытики, они все одинаковые. Но, к счастью, есть и другие люди, которые уже начинают задумываться, которые не просто задумываются, начинают что-то делать, которые начинают объединяться и решать проблемы на местах. Когда здесь решилась проблема, здесь решилась проблема и рядом, и так далее, и там подобное, то в этом случае проблема решается по всей стране. Есть, такое замечательное выражение товарища Иосифа Виссарионовича. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Вот прежде чем ныть, посмотрите на себя в зеркало и свой паспорт, прочтите свою фамилию, имя, отчество. И вы увидите, в принципе, кто главный человек, который создает все проблемы. Мы, мы сами проблемы создаем, мы, наши фамилии, имя, отчество должны быть вписаны в список тех, кто создает проблемы. Вот давайте теперь будем переходить из этого состояния, будем решать эти проблемы, потому что решение проблемы также имеет фамилию, имя и отчество. Просто надо знать свои возможности, знать свои ресурсы, знать, что делать. А нас свели в состояние того потребителя, который сидит и недоволен, какую ему вонючую курицу подсунули или там башмак неправильно зашили или залатали штаны. Так что все зависит от нас и не более того. Все остальные, то же самое руководство, они отвечают тому народу, который есть. Тем чаяниям, которые есть у этого народа, они только исполнители. Это вам кажется, что от них все зависит такое, что они там сами такое придумывают и что-то делают. Нет, все зависит от вас. Какой народ, какое его самосознание, такое и управление. Но не может быть у народа, который все осознал, что делать, быть какой-то негодяй, который там будет вредить. Да нет, такой народ является хозяином земли, такой негодяй не усидит на каком-то там золотом троне или на чем-то еще, какие бы там высокие стены не создал. Но это так сейчас я утрирую. Понимаете, все зависит от нас. Вот это все, что вокруг нас, оно отвечает нашим чаяниям, нашим представлениям и нашим желаниям. Мы сами создаем это. И то, что вокруг нас происходит, это всего лишь ответ на то, что мы создали. Ноем? Ну, хорошо, хотите поныть, вот вам еще, понойте. Делаем? Отлично, давайте поможем, будем созидать им, созидать все вместе, будет что-то происходить. По-другому никак. Чудо в наших руках. Сталина на них не хватает, нас на них не хватает. Сталин это был только проявитель того, что необходимо было сделать в то время. Идем дальше. сейчас, Алексей, добавлю. Посмотрите, я же говорил о силе общественности, общественников и общественного мнения. Нужно понять одно, что вот эти ребята, которые протирают штаны, сидя в высоких кабинетах, они используют свою должность для зарабатывания денег полузаконными способами и работают на свою будущую пенсию, чтобы там сесть на шею налогоплательщиков, то есть всех нас с вами. Чего они боятся, когда с ними начинаешь действовать даже по тем куцым законам, которыми можно оперировать. Вот Анатолий Шари про это очень много на своих выступлениях говорит. Да, когда люди говорят, ааа, что там писать на них, что там судиться, организовывайте инициативные группы. Только имейте в виду и будьте готовы, против вас будет очень серьезная компания вестись. Я вот со своей структурой воюю уже 15 лет, в которой я служил. Я раскрыл, как через систему страхования социального деньги воруются из госбюджета. Куда я только не писал. Я и дальше продолжаю писать. Меня пытались посадить эти ребята. Уграживали. Ну, физические побоялись, потому что мои возможности они знают и они сами трусы по себе. Но, поверьте, если бы у меня что-то было где-то незаконно, там, в фирме моей еще где-то, я бы сел. Но нет, зацепиться не за что. То есть, когда вы идете на этот бой, вы должны понимать, что против вас, ваших близких, могут использовать административный ресурс, так называемый. И он будет грязный. Это будет очень грязная игра. Часто не по закону. Ну, когда вы один, это тяжело. Когда вы в группе и используете мощь интернета, это играет свою роль. Общественное мнение нужно формировать. Вот у нас был такой предмет, курс лекций читали по общественному мнению. В царской России оно играло свою силу. Поверьте, даже при всем том беспределе, который творится у нас, общественное мнение это серьезная сила. И эти ребята, пауки, которые там сидят на своих постах, они этого очень боятся. Вот, вы спрашиваете про законные способы. Да, вот это законный способ. Ну, помимо этого, нужно использовать все остальные ресурсы, потому что кто его знает, что там будет дальше. Мы же понимаете, мы заложники техногенной цивилизации. Мы живем без войны уже много лет, без глобальной. И люди успели забыть, что такое делать запасы. Вот у меня бабушка все время делала запасы, и мама тоже, потому что жили в войну и после войны и выжили. И только благодаря вот этим запасам. Там хлебные корки и так далее. Блокадников некоторых знал, так хлеб до последней крошки. Ну, нашим это непонятно. Ну, правильно, потому что они не видели, как люди едят. Причем своих родных даже. Вот. И забыв это, об этом нужно помнить. «Почь мира, готовься к войне» есть такое латинское изречение. И об этом нужно знать и помнить всегда, что неизвестно, что будет завтра. Ну, в школах этому не учат, но кто слушает и кто адекватный научить этому своих детей. В том числе, потому что это наше будущее, это наша возможность возродиться заново на этой территории, если вы продлите свой род. Случайной комбинации к этому не приведут. Только через передачу родовых связей. Ну, вот вроде как все. Тут две реплики такие зачитаем. «Мы-то мы, но государственный аппарат под давлением в действии вон в Ядрово, в Алакаламске митингуют, требуют и что?» И пишут дальше. «Ничего от нас не зависит, Алексей. Большинству народа все пофигу. Они вон уже для народа бронированные автобусы выпускают с пулеметами на крыше, ну и так далее. Отвечаю всем, друзья мои. Если вы не знаете своих возможностей, то тогда вы будете такие реплики писать и дальше. Это говорит о том, что вы всего лишь навсего не знаете то, что можно сделать. Ни митингами эти вопросы решаются, ни пулеметами, ни автоматами, ни драками. И это все решается очень просто. Когда человек становится хозяином своей земли, а это есть, еще раз говорю, есть такая возможность сейчас у каждого стать хозяином на своей земле, никакой броневичок к вам не приедет. И никакие митинги не надо будет проводить. Вы просто-напросто говорите, вот эту помоечку я закрываю, а вот тут я хозяйствую вместе с своими друзьями, которые вместе со мной сделали вот это, вот это и вот это. И товарищ президент берет под козырек и говорит, так точно, исполняю. Вы просто не знаете этих возможностей. Поэтому, ну, как сказать, мне вспоминается мультфильм, еще в времен перестройки дистанетские дурацкие там про этого, про Аладина. Когда он попал в эту пещеру, не мог оттуда выбраться, этого Джина достал. Он не может выбраться, Аладин, не может, ну, никак не может. Нет выхода для него. У Джина спрашивают, а есть из них выход? Он говорит, есть. Вон там, вон там, вон там, вон там, везде. Почему? Да потому что Джин знал выходы, и он его вывел. А Аладин не знал выходов, поэтому он там бы и погиб. Так вот, так вот вы, не зная, не зная элементарных правил бытия, вот этих простых, то, что вам положено по закону, вы утверждаете, что ничего от вас не зависит, что кто-то там что-то делает, и ничего не происходит. Друзья мои, муха бьется о стекло, и стекло не лопается. Но это не говорит о том, что муха знает, что рядом открыта форточка, через которую можно вылететь, она, не зная возможных путей следования, бьется лбом об стекло, то есть можно продолжать митинговать. Можно сетовать на бронированные автобусы, можно говорить про каких-то чиновников. Это говорит только о том, что вы не знаете выхода. Когда вы не знаете, вы превращаетесь в муху. Когда кто-то вам мешает возделывать свою землю, реализовывать свою продукцию, объединяться, брать землю в свое управление, национализировать ее у себя. Это говорит о том, что вы просто не знаете, что вы можете сделать. Вы это не знаете, а потому у вас вот такие утопические разговоры. Всем все пофигу, от нас ничего не зависит, он там митингует. Можно митинговать сколько угодно, но при этом ничего не сдвинуть, ничего не изменить, кроме как в каталажку попасть. У нас записана уже целая серия передач, программ, которые подробно расскажут, что можно сделать для того, чтобы чиновник вам служил, и чтобы в случае чего он слетел со своей табуретки на нары. Что нужно сделать для того, чтобы все законы вам служили, чтобы вы могли производить то, что вам нужно, чтобы вы могли организовать то, что вам нужно, обеспечить свой быт так, как вам нужно. Это все существует, и это все есть. У нас такие серии передач уже записаны, скоро они выйдут. Следите за анонсами. Идем дальше. Так, Адель, реплика в эфир. Значит, диктатура является самым отдаленным для нашей страны, чтобы восстановить порядок, как по пирамиде, может быть, идеальным. Я тут не понял, здесь слово написано. Да, я понял. Смотрите. Во-первых, слово диктатура. Я не говорил о диктатуре. Это слово придумано давным-давно в плане диктатуры пролетариата. Вы вообще посмотрите значение слова диктатор. Там есть очень интересная его расшифровка. Это тот, кто подавлял олигархический слой. Вот есть такая расшифровка. Вот этого термина. Или это расшифровка термина тиран? Нет, диктатор. Еще раз напоминаю вам. Предыдущую, может, книжку мою эту не читали, и передачи не слушали. Суть в чем? У нас много слов в лексиконе, в политическом, которые не надо употреблять. Это специально сделано. Вот эти слова там национализм, нацизм, диктатура, красные и белые, за которыми вы не видите сути явления. Вот все, что я сегодня говорил, я постарался написать и в книжке тоже. Это принципы общие, глубинные. Диктатура, тирания, это некоторые слова. Я предпочитаю слово жесткая система управления. Если вы не будете требовать от чиновника выполнения определенных функций, он сядет вам на шею. Контролировать чиновника только сверху невозможно. Для чего я почему в этой пирамиде, которую нарисовал и показал, что контроль общественных институтов за всеми этими ребятами должен помочь тому человеку, кто наверху, управлять вот этим вот социальным слоем, который стремится доминировать. Это его особенность такая уникальная. Очень многие ведь, которые идут в чиновники, по сути это холопы. Я на них насмотрелся по внутреннему своему содержанию. Они начинают, от начальства дает сверху команду. Тупую команду. Они ее выполняют, а ведь может не выполнять. Команда устная. Более того, команда письменная, но в узком коридоре какого-нибудь требования. Они начинают это требование расширять и дополнять своими собственными измышлениями. А есть у вас справка о том, что у вас есть справка и так далее. Ну, сейчас утрированно говорю. На выходе эти ребята начинают стричь купойный и управлять. С одной стороны, их останавливает иногда вот ситуация, когда пенсионер там где-то в пенсионном фоне на севере там двух их застрелил, потом, говорят, там полгода все при виде старичков блинели. Ну, это не выход, понимаете, это человека довели. И у него ружо было на законных основаниях. На самом деле, их нужно контролировать именно через институт общественников. И сейчас, смотрите, при развитии современных средств связи получать информацию первого лица может очень просто. нужно только создать специальное подразделение, которое ему непосредственно подчинялось и которое мониторило бы напрямую, да тоже через систему скайпа того же, через общественников информацию о состоянии дел на местах. Но никто это делать не хочет, потому что, а зачем? Страной России управлять легко и просто. Ну да, вот так, как сейчас управляют, можно легко и просто. К чему это приведет, только неизвестно. Но еще раз говорю, силу общественности вы недооцениваете, но нужно будет бороться или нужно быть к этому готовы. Это могут делать далеко не все. Я вам сейчас не говорю там о каких-то других способах воздействия на ту же Волоколамскую свалку, ну ограниченной законом в этой передаче. Но если действовать по закону, то это только через общественность, через придание информации о глазке, через интернет и так далее. И почему его определенные ребята в правительстве пытаются закрыть и ограничить, тот же Ютуб доступ и так далее. Да потому что они понимают, что информационный обмен, он не дает им врать в тех масштабах, как это было раньше. Да, по той же даже кемеровской трагедии еще раз все после, крайне упоминаю, и все. Сети же сразу буря поднялась, и кроме вот этих троллей там было очень много правильной информации. Ну просто ее нужно уметь отсеивать. Вы будьте готовы к тому, что в информационной войне будут всегда вот эти тролли, которые вбрасывают ложную информацию. В Израиле целая армия занимается этим, мониторит рынки, информационную среду в разных странах, и в России тоже. И комменты определенные пишут именно вот эти вот ребята, русскоговорящие. И вбросы ложные делают. Вот теория плоской земли, это ведь не просто там тупой троллинг американцы, которые придумали такую идею. Это проверка на того, насколько общество готово воспринимать бредовую идею, и сколько будет последователей. Украину так мониторили несколько лет, пока не поняли, что с этими ребятами, которые там сидят, можно делать все, что хочешь. Там и белые братства создавали, они по городу в простынях бегали, еще какую-то хрень. И они все это принимают. Если народ такие идеи принимает, ну очень хорошо, почему бы не рассказать про великих укров, которые выкопали Черное море. Рассказали. И есть дебилы, которые в это верят. Ну, что вы от них хотите? Это хорошие управляемые биороботы. Биоробот это не то, что из металла и там плоти чуть-чуть. Это вот человек во плоти, но только он как животное по духу. Даже хуже. Все. Понятно. Еще одна реплика для меня пришла от как-то так. Алексей, это болтология. Мы уже давно не хозяева на своей земле и нам тут ничего не принадлежит. Как-то так, отвечая на эту реплику. Да, на сегодняшний момент большинство из нас не хозяева на своей земле. Да, на сегодняшний момент в этом положении от нас ничего не зависит и нам ничего не принадлежит. Но есть возможности стать хозяинами и взять все, что есть на этой земле в радиусе двадцати километров в свои руки. То есть национализировать землю. Вы об этом как-то так знаете? Если вы об этом не знаете, то тогда не называйте то, что не знаете, болтологией. Это говорит о том, что вы не ведаете, что пишете, то есть письмологией занимаетесь. Не надо говорить то, вернее, о том, что не знаете с точки зрения презрения, там, болтология, демагогия и прочее, прочее, прочее. Это говорит о том, что вы поставили перед собой рамки и ваше место в лучшем случае, в ближайшем будущем, если вам ничего не принадлежит на земле, будет ограничено двумя квадратными метрами, на два метра в глубину. У меня же несколько иные представления о нашей жизни. У меня несколько другие планы и другие намерения в этой жизни, как для себя самого, так для своей семьи, для наших родов, нашего общества и нашей державы. Если вы хотите оставаться в этом состоянии, то тогда приобретите себе кусочек местности два квадратных метра. Это будет ваше. А я считаю, что наша это та земля родная, на которой мы родились, только необходимо восстановить статус кое-какой, необходимо сделать небольшое усилие, в первую очередь, с мозгами своими некое упражнение произвести, подкачать, взять необходимые знания и начать действовать без революций, потрясений и крови. Если для вас это болтология, зачем тогда вы слушаете болтолога под именем Алексей? Если для вас есть желание, вернее, у вас есть желание что-то менять, вот тогда давайте будем менять. А просто так писать такие слова болтология, демагогия или еще что-то это большого ума не требует. Но изменит ли это вашу жизнь в лучшую сторону? Если изменит, пишите дальше. Если нет, давайте вместе будем делать и делать то, чтобы жизнь улучшилась. Но для начала надо понять, кто мы, где мы и что нам делать. Ну что ж, наш эфир... А, одну секунду, ладно? Насчет ничего не делания. Когда-то гражданин Ульянов Ленин Бланк сказал, что когда идея владевает массами, она становится силой. Так вот, в 17-м году при помощи идей развалили великую империю, нашу родину. Сейчас идет в первую очередь информационная война. Вот мои попытки в том числе донести до людей правильную информацию о том, как функционируют государства и общества на глубинных принципах, на первоначальных. Чтобы понять, что делать, нужно осознать, что изменить, как и зачем. А вот для этого как раз и нужен обмен мнениями. информационной, которую у нас пытаются прикрыть всеми возможными способами. Поэтому для того, чтобы понять какую-то идею, нужно проговорить, обдумать несколько раз, посовещаться с другими, обменяться мнениями. Вот этим и занимайтесь. А когда вы говорите, что от нас ничего не зависит, ну да, сейчас страна оккупирована, я могу признаки оккупации назвать, но не те, которые официальные, а другие. Но в рамках 282-й статьи я промолчу пока что. И вы это хотите услышать, и другие советы. Я вам еще раз сказал, я против вооруженных выступлений, потому что это приведет к украинскому варианту. Все. Вот все, что сказано, относится к тому, чтобы некоторые должны проснуться и перестать быть социальными импотентами. Это в однозначном порядке. Там братство десантников и так далее. Что вы там сидите, стонете, вы умереть не боялись, в смерти глаза смотрели, а тут перед этими козлами в пиджаках описались и все. И сидите с протянутой рукой ждете, когда они вам пенсию дадут. Вы же поймите, вот простой пример Альфа-банк Фридман. Сказал, да, в гробой видал вашу оборонку, плюнул, и все, и все утерлись. Ребята, вот с этого начинается утрата чувства собственного достоинства, вы переходите в разряд терпил. Как вот эти спортсмены, которые под белым флагом там выступали якобы за Россию. Ну, это я так в сторону плюнул. Никакого чувства проходя мимо ты плюешь направо и налево, да? Да нет, в данном случае, извините, раньше спортсмены выступали за великую страну, сейчас они выступают сами за себя. То есть, они перешли в разряд наемников и тешат свое чувство собственного достоинства. И в других социальных слоях и категории граждан. Есть люди, которые так опустили руки и сказали, ну, да все, нас уже прибили. Вот тогда вы перешли в разряд терпил. Вот в чем дело. Сейчас хотя бы информацией обменивайтесь и других уйти, как должно быть. Потому что ваши мамы, бабушки и так далее, это все общественное мнение. Я пенсионерам этим и военным, в том числе говорю, какого черта вы сидите и этим кланяетесь в ноги. Вы же смотрите, вашу армию превратили. Не будет армии, не будет страны. А все идет к тому. Разъяснительную работу надо проводить. Еще раз говорю, когда те, кого называют большевиками, кочевники, заразили армию идеями демократии, там солдатики решали в окопах идти, им в атаку или нет. Страна закончилась. Вот чтобы это не закончилось, нужно правильные идеи, разумные, скажем так. Я не говорю, что они мои правильные, они рациональные. Они не панацея, но, скажем так, многое проверено временем и отработано на практике. Это будет работать. Вот это продвигать надо. Даже при самом плохом раскладе, вот смотрите, от нас ничего не зависит. Еще раз говорю, перспективы туманные. Но если начнется развал, вам нужно самоорганизоваться, чтобы не было как в 90-е годы, когда все бегали, каждый сам за себя. В 90-е годы произвели тюремное слово, применю, опускание целого ряда социальных слоев, врачей, учителей, которые стояли продавали там инженеров, которые продавали там что-то, чтобы выжить. А этим наверху номенклатурщикам было плевай. Они год стеснялись, потому что ходил тогда по рынку, что-нибудь покупаешь, человек стесняется, сколько за это хотите? Да, 150 рублей, к примеру. Ему стыдно было, то сейчас ничего не стыдно. Люди теряют стыд и совесть, а это внутренние факторы, которые позволяют человеку оставаться человеком. Вот сейчас людей все меньше и меньше, животных все больше в человеческом обличии и людей-демонов. Вадим, прозвучала фраза у тебя такая, вот там, если что-то произойдет, надо объединяться. Друзья мои, существует несколько уровней ответа этой жизни или существования в этой жизни. Самый простой уровень это когда меня бьют, я убегаю. Второй уровень это когда на меня бьют, когда меня бьют, на меня наседают, я защищаюсь. А третий уровень это недопускание того, чтобы меня били и чтобы меня опускали. Так вот, не надо ждать ситуации, которая будет очень плохая для того, чтобы нам объединиться. Разумный человек понимает, что это может наступить и он объединяется и предпринимает действия до того, как это все произойдет. Вот если, казалось бы, тут про эти помойки подняли вопрос, вот те люди, которые два года назад наблюдали, как помойки эти стали возникать рядом с ними, я с такими людьми говорил, говорю, что вы делаете, почему вы молчите, почему вы сейчас не бьете в набат? Ну, куда-то мусор надо сваливать, они говорили. Я говорю, через какое-то время эта помойка станет большой, она отравит воздух, все, что есть внутри этой помойки пойдет в почву и ваши колодцы будут отравлены. Ну, куда-то надо мусор свалить, был ответ. Через год стало пахнуть. Я подходил, говорю, ну что, год назад помните разговор? Ну, вот тут обещали теперь нам построить перерабатывающий мусорный завод, теперь у нас рабочие места будут. Прошел еще год, теперь воняет так местами, что дышать невозможно, детей увозят в больницы, старики там умирают. Говорю, ну что, завод построили? Водичка чистенькая идет? Нет, мы теперь трассы перекрываем. Я говорю, и что дальше? Приезжают воронки, вас забирают. Надо по-другому действовать. Умный человек не допускает, чтобы канализацию в его дом впускали и с верхней этажей она текла к вам в квартиру. Он делает все возможное, чтобы понять, что трубу канализационную туда, куда надо везти, а не к себе в квартиру, чтобы потом убираться постоянно. Это разумный человек, а дурачок сидит и плачет, что ему плохо. Хотя дурачка предупреждали, и два года назад, и год назад, что это будет все. Вот сейчас большинство людей, к сожалению, живут таким вариантом, как животные, на которых... Ну, хотел там уже другие слова сказать. Ладно, не выговорить. В общем, когда уже прижали, вот тогда и рыпаются. Еще тут реплика от Зои. Алексей, зачем на нас детей обижаться? Мы же пришли сюда узнать. Зои, а почему решили, что я на кого-то обижаюсь? Если человек раскладывает все по полочкам, конкретно и четко, это еще не говорит, что он на кого-то обиделся. Это первое. Во-вторых, я давным-давно ни на кого уже не обижаюсь. Если бы я обижался, я бы ничего в этой жизни не делал. Я только рассказываю то, что есть, какие есть возможности. И если кто-то чего-то не знает, но утверждаешь, что кто-то чем-то занимается не так, как ему это видится, я просто говорю, что этот человек кое-что не знает. И прежде чем кого-то как-то называть, то необходимо разобраться с тем, что есть на самом деле. Вот и все. Ни на кого я не обижаюсь. И все мы вместе учимся. И учимся каждый день. Но только одни учатся на своих ошибках, а другие на ошибках других. Это отличает уровни восприятия этого мира. мировоззрения. Ну ладно. Давай будем подводить тикток сегодняшней нашей встречи. Подводи. Ну что, разъяснительная работа проведена. Спасибо. Благодарю за вопросы. Читайте умные книги, самоорганизовывайтесь, учитесь, вспоминайте, что вы славяне, народ воин. Да другие народы тоже такие же у нас. Не теряйте чувство собственного достоинства и не прогибайтесь перед скотами. Которые там сидят в руководящих кадрах и думают, что они царь и земли. Я закончил. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Вадим, за то, что добрые пожелания сказал. Я же своей стороны напомню, что сегодня у нас 5 апреля 2018 года, четверг, 35-й день месяца пробуждения природы 7526 лета шестица, самоорганизация общества и государства с точки зрения метафизики. Это была тема сегодняшнего эфира. Автор Вадим Мосин. От себя добавлю. Иногда кажется, что сделать что-то в этой жизни трудно. Иногда кажется, что все уже безнадежно. Но вдруг в самый последний момент что-то такое происходит, что нас выводит из самой-самой безнадежной ситуации. А происходит только самое простое. К нам идет обращение свыше, если мы этого желаем. Когда мы посылаем правильный запрос, то и правильный идет ответ. Создается ситуация. Та ситуация, которая вытаскивает нас из самого-самого трудного какого-то события. Пришло время нам просто-напросто осознать, кто мы и где мы. Осознать наши возможности. Начать делать и становиться хозяевами на своей земле. Уверяю вас, все это у нас сейчас есть в наличии. Все эти возможности представлены. Мы просто об этих возможностях не знаем. Напоминаю, создано уже несколько передач, которые скоро появятся, где об этом во всем рассказывается не просто ля-ля-ля, а практические действия, как не нарушая законодательство, как без крови, без революций сделать так, чтобы мы могли быть хозяевами на своей земле, решать то, что нам нужно и делать то, что нам нужно с точки зрения хозяев. К сожалению, многие этого не знают. Пришло время это все поведать и жить по кону, жить потому, что нас двигает вперед, что позволяет нам быть теми, кем мы должны быть. На семь я с вами прощаюсь. Всем желаю добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров Корректор А.